здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас на обзоре вот такое чудо арабской парфюмерии здесь запаковано все даже в чехле я думал очки привезли нет это парфюм это у нас молсов и ладо парфан хлястики торчат сделано типа знаете как вот мешки раньше были картошки трапки половые общем типа того только более такое твердо ну вы знаете упаковочный комбинат лайка заслуживает упаковочная фабрика хорошо в этот раз но лучше конечно продавали в коробке чтоб это все никто не мог достать или как-нибудь будет здесь какую-нибудь бы пломбу ставили что это парфюм никто не лазил потому что в коробке там можно наклейку хотя бы зацепить все с аллафаном а здесь вот так все приходит это вот какие-нибудь и пришло ты продавец чем пахнет дайка я понюхаю достал обшикался и пошел еще такой значит так начнем давайте с того что оригинал не оригинал столько всего ходит ну вот смотрите мешок здесь есть вот это да но это нам ни о чем не говорит это можно нет яиц наклеить или еще чуть носков кто там будет смотреть ну здесь все написано слова по-русски нету что-то парфюм состав все здесь наклейка все нормально все сам флакон значит пробка деревянная пластиковая до лампочки новые сейчас вот эти самые партии они идут с пластиком потому что как я понимаю вода пользуется популярностью и там токарь может один единственный этой фабрики может деревьев у них нету в пустыне чтобы вот это да и зачем портить деревья да если это все кого где-то выкинется или где стоять и зачем это точить кому-то где-то что-то если из пластика проще поэтому пробка здесь единственная есть пробки вот здесь написано как же это фирмы называется арт альза фаран вот здесь пробка вот значок фирмы и от альза фаран написано а есть пробка там просто это типа типа гравировка какая-то такая ну типа цветочки или что там ну короче там не вот это написано не знаю какие из них я думаю что вот это оригинал фирмы фирмы так дальше надпись присутствует наклейка есть тоже написано мадула и альза фара то есть я так понимаю что у меня какой-то аргимал или нет не знаю короче вот такой флакон чисто арабский с жижечкой коричневый и он вот так вот смотрите грани вот так вот да сделаем флаконковый завод флаконовый ну постарался но ну он классно лежит в руке вот это да и здесь вот я думаю наклейка нет это что-то типа такого непонятного палец вообще буквы вот эти вот арабские надпись она так как бы немножко выпирает это там на одну сотку миллиметра это не наклейка короче я хотел давно заказать зеленый я даже не знал что есть еще коричневый розовый белый синий и как-то нечаянно залез youtube и увидел обзор на вот это чудо оказалось что это самый первый самый хваленый самый классный дядька в шапке рассказал что он там чувствует вообще все я уже думал что он даже скажет что он почувствовал здесь что пернула уборщица когда заливала жидкость в этот флакон учу и там ее газы блять так все расхвалил но я думаю так зеленых потом появится это уже раз это классика золото флагман он мега-мега стойкий он такой весь ты думаю зачем не зеленый а он еще был на скидке такой вот 16 баксов за вот это чудо и конечно же я был немножко огорчен но у него запах блять на старте да он дает какой-то алкоголь какое-то непонятное что это это самогонка потом вот так раскрывается как про как силу знаете свежаки спортивные воды вот так раскрывается только это не цитрусы это что-то совсем другое ну ну все такое же вкусное приятное нормальное все потом это все стухает и в конце остается вот шлейф такого приятного запаха с карамелькой возможно здесь какие-то фрукты здесь и цветы и фрукты какая-то травка вкусная все вот это просто делает вот аромат такой вот просто такой вот простой мужской но свежаком я его не назову ну а почему а с другой стороны почему бы не короче он простой абсолютно да нельзя ну что-то в нем есть тоже свое ну прям что вау так его хвалить что там я при ну я здесь ничего не наш ну при ну каждой воды дал какой-то там есть например упор делается на лимон там еще на что-то или там смешивание того или иного ингредиента дает там шлейфе там какую-то здесь вот шлейф какой-то вот такой вот карамель или что такой сладковатый какой-то такой а так это простая приятная не понимаете у нее цвет такой жидкости он должен быть знаете какой прозрачно-синий прозрачно-фиолетовый вот этот цвет сюда больше подойдет жидкости чем коричневый я назвал это простым свежаком типа типа вот как спортивные воды вот что такое не более это простая универсальная мужская вода на все погоды она не тяжелая она не абсолютно она шлейф вообще там легкий и кстати она не стойкая может быть ей надо отстояться лет пятьдесят да но мужик же в шапке который рассказывал наш у него не стояло где-то лет пятьдесят я так понимаю ему приехал он понюхал но высморкался сходил чтоб уловить там все это да и все и обалдел и все и стойка но если в комнате снимает метр на метр пшикнулся заводить конечно я ее тоже сейчас пшикнув меня здесь будет состоять запах если вы вот по пшикаете да вот это кстати не парфюм не капли туалетная вода такая вот хорошая хорошая туалетная вода стойкость я бы сказал бы среднее на коже она и утром до чувствуется но там уже такое просто вот спирт с какой-то химией ну спирт но такой вот посадок остается у дешевых вод только чуть поприятнее ну так любая вода стоит практически на коже майка тоже там нюхали вместе с ворсинками это в нос залазит то есть все близко близко кожи близко к телу а так что под вас шлейфило это час-два вы чувствуете этот аромат час-два не больше не максимум четыре часа она будет чувствовать все остальное это близко очень кожа к этому самому шлейф до метра дальше шлейф не идет я вчера пшиканулся у меня даже жена приходила я на кухне там что-то делал даже не спросил она всегда спрашивает что-то опять что-то чем-то пашу даже не спросила даже не услышал этот шлейф так что вот такие вот дела поэтому дядя в шапке говорит одно есть другие так скажем без шапок которые начинают на автомате хвалить потому что кто-то похвалил а я вам скажу что я зря потратил деньги что у меня есть вот например от лонфилда науэлл вот он по стойкости будет такой же даже шлейф ну по шлейфу даже будет такой же он стоит почти в три раза меньше и запах у него но здесь тоже как бы оригинальную их у обоих как бы этот более такой скажем более 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 такой сладковатый там более такой куда-то уходит какие-то деревья или травы что-то такое но тоже приятно вот вся разница то есть например вот даже у меня тут же рейх дано он например вот у него будет шлейф приятный ананасовый намного лучше вот этой карамели шлейф там будет тоже не длинный туалла будет стоять до конца дня у стопудово там майка будет вонять и на следующий день ну как вонять ну запах будет слышно здесь все вот четыре часа все близко к телу пожалуйста то есть поэтому лучше бы я купил какой-нибудь не знаю хаяти на проверку чем вот это вот чудо но не факт может быть он отстоится возможно возможно и будет может у меня какая-то подделка может турки там подделывают сами себя сейчас я не знаю может первая смена клепает так 2 вот так может они поскольку ажиотаж решили чтобы побольше выпускать стали разбавлять его как-то делать по не таким мощным и скинули цену или сами себя подделка лишь я вообще не понимаю я в нем абсолютно ничего не вижу ну запах интересный интересный ни на что не похож ни на что не похожи и и при этом он как большинство свежих только ну просто друг другая марка другой вид как бы если вот взять все разные марки они каждые буду делать там свежаки спортивно вот эту всю херню у них будет плюс минус похоже на все и при этом как бы отличаться там незначительно нашу прям тащить от той воды говоришь это какие-то офигенные духи не у меня хоть радует что я думал цвет там будет шум с такой вот виски конец вот это алкоголь на вот этот табачный вот это вот кожаная вот это вот нет здесь вот хорошо что хоть приятно хотим поэтому плюс вот такое было видео поэтому поставлю его в темное место не знаю на годик может на пару недель посмотрим что будет но пока он просто стандартная вода мужская на каждый день ничего особенного ну приятно приятно все вот такое было видео всем пока